приветствую на канале друзья с вами белогор сегодняшнее видео будет посвящено гигантам а именно гигантам южной америки описание гигантов часто встречается в религиозных книгах и текстах во всей древней истории во всем мире а также в центральной америке как и знаменитые древние гиганты западного мира такие как голиаф и нефилимы в первую очередь задокументированные в библии есть и сведения о гигантах которые жили сражались и погибали в центральной америке в древние времена и до прибытия испанских конкистадоров эти гиганты не страдали никакими болезнями и жили очень долго в ацтекской мифологии кинометцин населял мир во время предыдущей эры солнца то есть хочется сделать вступление тоже видимо ацтеки знали каких-то эрах в ведах написано что люди высокого роста были в эпоху 2 пару в предыдущую эпоху и у них тоже какое-то разграничение по эрам идет кинометцин или хинометцин имеет высоту 3 метра и весит несколько сотен килограмм итальянский перевод рукописи испанской колониальной эпохи посвященной культуре тальтеков чичимеков в долине тиуакана под названием корикс риус изображающие ацтекских воинов убивающих и захвативших гигантского гуманоида имя великана упомянуто и написано в тексте рядом с его изображением который гласит кинометцин один из древних имя рядом с толпой людей которые его тащит тальтека раса предшествовавшая ацтекам историк мариана вильято написал именно альмики обнаружили исполинов 107 году нашей эры альмики пришли в города которые мы сегодня знаем как по и было и были удивлены обнаружив огромных обнаженных людей которые питались животными и дикими фруктами однако несмотря на то что они были настолько варварскими великаны мирно приняли чужеземцев и позволили им поселиться на этих землях но подвергнули их уплате большой дани и таким унижением что пришло время когда они больше не могли терпеть и покончить с ними и так некоторое время спустя альмеки шоколанки решили устроить для них ловушку чтобы уничтожить их они приготовили для них большой пир подождали пока великаны напьются и воспользовавших их уязвимостью убили их и это изображено в кодекс риас согласно переведенным рассказом ацтеков об испанском вторжении содержащимся в увлекательной книги сломанные купе под редакцией мигеля леона партиллы один из героев ацтеков циллок от сына был гигантом когда конкистадоры впервые вошли в тена читлан с враждебными намерениями именно циллок от сын тремя большими камнями говорят из тех из которых они строили стены бросил их в испанцев которые атаковали город хотя город государства тена читлан в конце концов пал гигантский герой нанес серьезный ущерб испанцам перед своей кончиной вполне возможно он был одним из последних древних мифология ацтеков говорит о гигантах как о господствующей расе предыдущей эпохи согласно записям в книгах ацтеков киноми цин возвел древнюю цитадель теотеокан место где люди становятся богами и великую пирамиду чо лула ацтеки указывали что 10 киномедцинов древних вступили в контакт с мезоамериканцами и помогли им возвести некоторые из внушительных сооружений это многое бы объяснила не так ли гиганты фигурируют в мифах ацтеков о сотворении мира касающихся существования и разрушения четырех предыдущих солнц либо мировых эпох кстати говоря тоже хочется отступить и сказать что в ведах индии описываются четыре эпохи где жили люди великаны также и в мифологии ацтеков 4 эпохи мировые эпохи в до испанские времена были огромные люди люди называли их киномедцином и они оставались под их властью пока не устали и не восстали против них вот собственно говоря эта информация перекликается например с информацией руинистов на с информацией о древних фресках 300 400 500 летней давности когда было показано что люди низкого роста убивали великанов шла война между великанами и людьми низкого роста происхождение киномедцинов неизвестно однако важные подсказки мы можем найти в мифе о пятом солнце согласно ему в начале времен боги мексики решили создать жизнь так родилось солнце сделанные земли и вместе с ним гигантские люди эти существа были около 7 метров в высоту однако из-за своих колоссальных размеров эти люди были медлительными и неуклюжими до такой степени что когда они падали они больше не могли встать и таким образом умирали боги разочарованно посмотрели на этих гигантов и решили их уничтожить цико аль-коатль сбил солнце с земли были вызваны волны землетрясения и гигантов поглотили трещины в земле кстати говоря вот эти вот легенды нескольких солнцах которые сбивали постоянно вот у этих народов южноамериканских очень много упоминаний о нескольких солнцах таким образом если мы примем этот миф как должное возможно что некоторые из гигантов которых цико аль-коатль считал уничтоженными выжили и позже мучили альмеков шоколанков множество испанских конкистадоров при проникновении в южную америку слышали от местных индейцев истории о людях огромного роста особенно часто они встречались в районе перу причем этим историям не тысячи лет а всего лишь несколько сотен лет эта страна находится в южной америке и называется перу истории о перуанских гигантах стали известны шестнадцатого века когда до этого региона добрались первые испанские конкистадоры одним из самых ранних отчетов о перуанских гигантах является рассказ конкистадора педро сиеса де леона описанный в фолианте королевские комментарии об инках этот человек очевидно не видел гигантов своими глазами но беседовал с теми кто видел их в своем докладе он описывал что однажды люди огромного роста приплыли на своих больших плотах из тростника к берегу где стояла деревня местных индейцев деревня находилась на полуострове санта элена который нынче является территорией эквадора гиганты высадились с плотов на полуостров и поставили свой лагерь неподалеку от конкистадоров они видимо решили обосноваться тут надолго потому что сразу же начали рыть глубокие скважины чтобы выбрать из них воду некоторые из них были настолько высокими что человек обычного размера едва доходил им до колена их руки и ноги были пропорциональны телу на их огромные головы с волосами до плеч являли собой нечто чудовищное их глаза были огромные как тарелки а лица без бород некоторые из них были одеты в шкуры животных но некоторые были в своем естественном природном виде то есть без одежды среди них не было видно ни одной женщины когда они поставили лагерь и они начали рыть и глубокие скважины для воды они рыли в каменистой почве и потом построили над скважинами прочные каменные колодцы вода в них была отличная как только гиганты обустроили свой лагерь как тут же совершили кровожадный набег на деревню местных индейцев по описанию далиона они грабили все что могли схватить и ели все что могли съесть в том числе они ели людей это было страшное зрелище когда эти огромные люди нависали над деревьями и бегущими от них индейцами потом на месте разобранной деревни гиганты построили свои большие хижины и остались тут ловить рыбу и охотиться в местных лесах эта история завершилась совершенно сюрреалистическим сюжетом когда в небе возник сияющий ангел и прогнал всех этих гигантов прочь кстати говоря довольно интересный момент скорее всего вимана какая-нибудь прилетела летательный аппарат то есть в те времена уже началась видимо зачистка вот этих гигантов то есть у меня есть гипотеза что их специальным образом убили всех до наступления нового мирового порядка чтобы от них не осталось и следа несмотря на это сам это ли он считал что данный рассказ полностью правдив и описывал что лично видел сооруженные гигантами огромные каменные колодцы также он пишет что и другие конкистадоры видели колодцы и останки огромных домов которые не могли быть построены местными индейцами далее далее он пишет еще более любопытных вещах он пишет что конкистадоры находили в этой области человеческие кости очень больших размеров еще куски зубов которые были крупными и тяжелыми в 1550 году в городе лима я слышал когда наместником и губернатором новой испании был его превосходительство дон антонио д мендоса тут были найдены некоторые кости людей которые были огромными и могли принадлежать только гигантам я также слышал что в древней гробнице в городе мехико и поблизости были найдены целые залежи костей великанов поскольку много местных жителей уверяет что видели их воочию можно считать что эти гиганты действительно существуют и могут относиться к единой расе еще одно доказательство существования перуанских великанов можно найти в записях капитана хуана алмоса который в 1543 году раскапывал древнее захоронение в долине трухилья и якобы обнаружил там кости людей очень большого роста позже еще один скелет великана был найден в провинции токуман конкистадором августином де сарате и его людьми в целом подобные истории поступали от посещавших территорию перу испанцев весь 16 век и продолжали появляться и в семнадцатом веке в 1620 году иезуитский священник и миссионер пабло хосе ари ага своей рукописи об искоренении идолопоклонничество в перу писал буквально следующее они представителей испанских инспекторов привели нас на другую сторону деревни где находилась очень большая пещера и в ней лежали останки иноверцев среди них было три гигантских тела с деформированными головами то есть удлиненными черепами обернутая церемониальную ткань они лежали там и гнили эти великаны считались прародителями прародителями всех этих людей в деревне которые поклонялись им и почитали их в их честь даже совершались жертвоприношения потом они испанцы сожгли все эти тела 18 и 19 веках тоже появлялись истории о перуанских гигантов но их становилось все меньше и они уже воспринимались как мифы и легенды они что-то реально хочется еще рассказать в завершении что опять же я считаю что гигантов уничтожали намеренно и не только гигантов уничтожали всяких зверей и разумных гуманоидов отличавшихся от людей их нужно было уничтожить чтобы приготовить новый мировой порядок который вот сейчас находится который несколько сотен лет назад создавался то есть были даже целые ордена которые боролись там со всякими вордулаками и прочей нечестью и с гигантами и с драконами живыми существами которые не вписывались в новый мировой порядок значит речь пойдет о гиганте которого сняли на камеру это скелет очень высокого человека которые нашли в загадочной пещере усаживайтесь поудобнее начнем откуда появился этот гигант пещера краби гигант задушенный огромной змеей и некоторая информация о нем ученые обнаружили древний гигантский скелет обвитый огромными костями змеи это экстраординарное открытие и если оно подлинное предполагает доказательство что гиганты бродили по земле и в прошлом если но подлинное вот посмотрите видно что здоровенный человек лежит закопанным земле подлинное это открытие или нет то есть даже на видео сняли то есть какие могут быть тут сомнения не понимаю значит вот это вот видео мне кажется является очень серьезным камнем в огород глобалистов это также подтверждает древнюю легенду о нагах людях змеях но на самом деле нету никаких тут нагов тут видно что это скелет огромные змеи какой-то причем мощные такой змеи конкретной но сам человек огромного роста и змея тоже большая потому что в то время все было большое во времена раскопок в пещере хао ханап нам в таиланде группа археологов обнаружила скелет существа которые скорее всего был мужчиной размером 5 или возможно 6 метров вы представляете себе человека ростом 6 метров смотрите какой он огромный а рядом со скелетом были останки гигантской змеи таиланде сообщает руководитель группы раскопок во время интервью сказала краби первая провинция в пределах таиланда в которой обнаружили следы человека провинции краби уже была однажды обнаружена первая в мире окаменелость приматов которая датируется 35 миллионами лет назад хотя эти останки не считается предком человека то есть останки этого примата это открытие доказывает что в поле азойской эре в провинции краби и прилегающих к ней территориях были обнаружены гоминины возможно родственники человек было взято интервью у ассистента профессора с факультета свободных искусств и университета кассет сарт который объяснил значение истории провинции краби и этого любопытного открытия недавно у нас появились хорошие новости из пещеры ханам провинции краби команда археологов обнаружила следы гигантского человека и следы гигантских животных в пещерах кокам на лицо следы битвы соответствующей легенде о крабе говорят что когда-то здесь жил великан который превратился в человека еще один человек измененный ногами они оба полюбили живущую здесь принцессу и сражались друг с другом до смерти гигант и наг превратились в горы окружающую реку краби это легенда которая соответствует удивительному открытию в пещере которую стоит посетить и видеть ее самому сказал неват ватаян прон профессор университета наги известные как змеи люди упоминаются в индуийской мифологии говорят что эти загадочные существа живут в двух великолепных пансимных городах известны как патала и хагавати буквально населенные змеями или восхитительные эти останки почти целые сохранившимся черепом грудной клеткой и костями ног район наблюдения был оцеплен полиции полицией и проверен археологической группой если это будет идентифицировано как подлинное это будет первое наблюдение полностью оставшегося гиганта после цунами 2004 года правительство обязалось оказать полную поддержку археологическим работам и так подведем итог на вид этот человек ростом где-то 6 метров если обратиться к индийским ведом которым я очень люблю обращаться можно сказать что люди такого роста примерно жили в конце эпохи треты то есть это более миллиона лет назад то есть может так случиться что этому скелету больше миллиона лет либо в начале эпохи до аппары то есть в те времена говорится о том что в эпоху трету было рост людей был около восьми метров в эпоху 2 пару рост около четырех метров этот гигант ростом метров шесть то есть я предполагаю что он где-то из периода который находился между этими двумя периодами либо конец треты либо начало 2 пар а это примерно миллион лет видно что этого скелета обвивает какая-то змея тоже окаменелая так скажем змея очень огромная но видимо умертвила она этого человека поэтому он не остался здесь лежать на самом деле находка очень интересная я вообще удивляюсь как в открытый доступ попало такое видео и мы фон лакают комплекс клетона фраймейт у сают праймейт из стиме 2.5 метров according to the school and the tools it might be a male is like wisdom grasping у нас Продолжение следует... И как его еще не подчистили, наверное, потом начнут уже всякого рода опровержения делать, и потом... Изучая индийские веды и прочие литературные источники, а также изучая множество случаев нахождения гигантских скелетов, я вывел свою гипотезу. Она заключается в том, что на нашей Земле еще какое-то время назад, неизвестно сколько лет назад, около 3000 лет назад или более, по моим подсчетам, на Земле жили люди, которые были намного выше ростом, чем современные люди. Этому есть множество подтверждений. Кто такие были эти люди, которые жили раньше? Почему они так похожи на человека? И почему они такого большого роста? Многие современные исследователи, естественно, независимые, потому что официальные исследователи вообще не признают существование таких гигантов. Так вот, эти независимые исследователи говорят о том, что это была отдельная раса неких людей, которые имели такой огромный рост. Я с этим мнением не согласен. Я думаю о том, что эти люди это наши предки, которые по каким-то причинам имели огромный рост. Естественно, все ответы находились в индийских ведах. Единственное, что за свою жизнь я нашел два ответа о росте людей. Это индийские веды и произведение одного конспиролога по имени Друнвала Мелхиседек. У него есть произведение «Древняя тайна цветка жизни». Там более-менее описывается, почему у людей был такой высокий рост. Из индийских вед известно, что условия жизни на Земле до потопа были другие. Все было больше в 10 раз. То есть, было большая продолжительность жизни, больший объем жизненной энергии, на которой, собственно говоря, и работает человек. В окружающей среде был больше, и поэтому тела людей разрастались до огромных размеров. Человек с таким объемом тела и с таким ростом в современное время не мог существовать. Гравитация на таких людей действовала меньше, и поэтому их тела могли находиться комфортно в таких условиях до потопа. Есть множество случаев нахождения скелетов огромных людей. Недалеко от штата Тенниси в скалах сохранились следы огромного первобытного гуманоида. У него были огромные ступни и руки. Интересно, что было 6 пальцев на каждой ноге и руке. Эту скалу датировали мезосуистским периодом, и похоже, что в то время люди имели рост около 6 метров. В 1833 году в Калифорнии солдаты, копавшие яму для очередного порохового погреба, наткнулись на плиту из гравия. Под ним лежал скелет человека, рост которого был почти 4 метра. Рядом лежали огромные каменные топоры, резные раковины и отполированные плиты. На них были непонятные символы. Самое интересное, что череп человека содержал в себе два ряда верхних и нижних зубов. В то время останки было приказано перезахоронить. Американский фольклор говорит о том, что еще во времена первых индейцев, они эмигрировали с востока и западной части Северной Америки. Согласно их верованиям, после перехода через реку Миссисипи, деловары, племя индейцев, столкнулись с расой великанов, которые называли себя Алигеви. В честь их позже назвали и реку Алигеви, а также Алигей. Также есть название Алигейских гор, которые, скорее всего, также были названы в честь этих древних народов. Индейцы попросили разрешения пройти через землю Алигеви, но гиганты отказались. И поэтому началась война между гигантами и индейцами, в которой индейцы одержали победу. Позже, в 1925 году, в индейском кургане, обнаружили следы этих Алигейнов. Рост их был 2 метра 74 сантиметра. У них были медные доспехи и хорошо сделанное оружие. Не секрет, что останки людей огромного роста находят по всему миру. Так, на территории Китая примерно 4000 лет назад жили великаны ростом в 2 раза выше современного человека. Случай произошел в окрестностях деревни Пиньянь. Группа фотографов работала над созданием снимка ландшафта. В это время им попались странные следы, которые отлично отпечатались на скалы. Ступни были похожи на человеческие, но гораздо больше стандартной мужской ноги в 2 раза. По предположениям специалистов, такие следы могли оставить только великаны. Размер следа великана был 50 сантиметров. Также и в Африке был найден подобный след. Один фермер рассмотрел скальной пародии в начале 20 века огромный след. В вертикальном склоне горного массива, состоящего из валунов, был впечатан след. Глубина его была 12 сантиметров. Это был след левой ноги, но длина его была 1 метр 28 сантиметров. Сопоставив этот факт, ученые предположили, что обладатель стопы имел рост около 10 метров. Все эти находки очень шокируют общественность. Ученые вовсе отмахиваются от них, когда им на глаза попадаются подобные фотографии. Еще один уникальный случай, который заслуживает нашего внимания. В одной из индийских провинций была найдена гробница. Ее в 2013 году было решено тщательно исследовать. Все СМИ трубили о том, что гробница станет новой мировой сенсацией. Но самое интересное ожидало исследователей впереди. Пройдя в огромный зал в подземных переходах, был найден скелет человека. Все бы ничего, но его рост составлял около 16 метров. Научное сообщество было потрясено, поэтому целую неделю никто не давал пояснений в средства массовой информации. Позже и вовсе было решено никогда не вспоминать об этой находке и стереть из сети все упоминания о этой гробнице. В Китае на полном серьезе заявляют о том, что в древнее время при китайских императорах были люди, рост которых составлял почти 5 метров. Можно было бы сослаться на то, что это очередная выдумка Востока. Однако есть тому некоторые доказательства. Мельхиор Нунес Бретта – иезуитский священник 16 века, который служил миссионером в Индии, Китае и Японии. В своих записях он ручается за тот факт, что в Китае он встречал группу солдат-великанов. Он лично видел солдат гигантского роста, которые охраняли врата Пекина. Они были огромнейшего роста. Это письмо было датировано 1555 годом, где он говорил, что император этой страны принял на службу 500 таких великанов в отряд лучников своей гвардии. Также в 1627 году Джордж Хейквилл в своем произведении «Апологии» приводит отчет о том, что император нанял 500 людей огромного роста для отряда лучников его гвардии. В исторических документах рост великанов 15 футов. Если перевести это в метры и сантиметры, то получится 4 метра 57 сантиметра. Вот такие вот интересные исторические документы и археологические артефакты, доказывающие о том, что люди в древнее время были намного выше. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих видео.